Сегодня основное его направление – переработка кукурузы. Новейшие технологии и оборудование помогают получать из золотого зерна качественную продукцию. Четыре вида патоки – глютен и корм. Теперь производители намерены заполнить российский рынок мальтодекстрином. Планируется, что завод нарастит объемы до 28 тысяч тонн в год. Возможность производить мальтодекстрин в нашем крае делает ваше предприятие стратегическим не только для нашего региона, но и для всей России. Потому что, во-первых, вы его производите из нашего отечественного сырья, а во-вторых, вы сегодня единственные. Поэтому это принципиально, что такое производство в России появилось. Это по-настоящему то самое импортозамещение, о котором мы говорим. А мы еще с подчеркиванием максимально готовы помогать вам во всем, в чем нужна наша помощь. Чем богаче вы, тем богаче и будет район, и город, и край биусловно. Я с уверенностью могу сказать, что качество продукции великолепное. И рынок покупает наши продукции. У нас идет заполнение производства. Я думаю, что мы уже в первом квартале следующего года выйдем на полную загрузку предприятия по этой линии. Соглашение о расширении производства Гулькевичского завода подписали на инвестиционном форуме в Сочи. Мальта Декстрин широко используется в пищевой промышленности всей страны. Российский рынок потребляет около 35 тысяч тонн в год. Пищевую добавку до этого поставляли из Китая и Европы. Со смыслом.